Казалось бы, проще рецепта не существует. Нужно просто перемешать молоко и яйца и добавить соль. Оно то так, но результат у всех кулинаров разный. У кого-то получается пышный шедевр, а у кого-то прилипшая масса к сковороде. Первый совет. Выбирайте вкусное, качественное молоко без химических добавок. От 3,5 до 6% жирности. Можно использовать сливки. Используйте свежие яйца. Свежий продукт – это свежий продукт. Вес одного яйца 50-60 грамм. Берите лучше с оранжевым желтком. Третий совет. Не перестарайтесь со специями. Можно добавить соль, сахар и перец. Чуть-чуть. Важно не перестараться и не перебить омлет другими вкусами. Пятый совет. Процедите омлетную массу через сито. Масса насытится кислородом и будет пышная. И туда не впадет скролупа. Выбирайте посуду с тефлоновым покрытием или стекло жаропрочное, которое выдерживает нагрев 180-220 градусов. Прижарьте омлетную массу, если готовите на сковороде. Сначала поставьте на плиту, немного прижарьте, потом отправляйте в духовку. Ну, теперь приготовим омлет. Берем яйца 3 штуки. Молоко или сливки 60 мл. Соль, сахар. Можно добавлять сыр, помидоры, зелень, фарш. В этом рецепте я буду использовать фарш. Фарш нужно поджарить на сковороде. С луком можно добавить морковь. Яйцо с молоком взбейте вилкой или венчиком. И процедите через сито. Вот посмотрите, какая масса получилась при процеживании. Добавьте соль, перец по вкусу. Прижарьте массу и отправьте в духовку на 7-10 минут при температуре 180 градусов. Если будете добавлять зелень или сыр, сначала взбейте массу, потом добавляйте добавки. Фарш кладем вниз, приминаем, а потом заливаем яичной массой. Посмотрим, какой результат получился. Пышный, однородный омлет. Вкусный фарш. Прекрасно получился омлет. Как в детском садике в советские времена, если помните. Придерживайтесь этим советом и омлет у вас получится обязательно. С вами была Елена. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Пишите свои комментарии, как вы готовите это блюдо. Мне будет очень интересно. Ставьте лайки. И до скорых встреч. До встречи. Продолжение следует...